Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске состоялось онлайн заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Вооруженные силы Азербайджана ведут активный обстрел ряда населенных пунктов Арцаха. Исламизированный или спасенный от геноцида армянский народ просыпается в Западной Армении. Экофашизм развивается в Тигранакерте, Западная Армения. Азербайджанцы не знают свою генетическую идентичность. Ливонь епископ Осян президент Чехии наградил армянского бизнесмена медалью первой степени за заслуги. В городе Ван Западная Армения пройдет конкурс красоты ванских кошек. 10 марта состоялось очередное онлайн заседание Национального собрания Западной Армении. В заседании приняли участие депутаты из разных стран. На заседании был зачитан проект избирательного кодекса, а одобрение законопроекта было поставлено на голосование, которое было принято единогласно. Депутаты также обсудили ряд вопросов, связанных с мероприятиями, которые пройдут 24 апреля в разных уголках мира. Заседание ввел председатель Национального собрания Леонардо Басмаджан и заместитель председателя Нелли Арутюнян. Вооруженные силы Азербайджана ведут активный обстрел в административных районах и дорогах Харамордского и Нахачаваникского районов Аскеранского района Республики Арцах, общин Хнушикан Кармиршука Марцюнинского района. Учитывая сложившуюся ситуацию, правоохранительными органами предпринимаются все возможные меры для документирования преступных действий азербайджанской стороны и их последствий. В течение дня угрозы покинуть территорию и применить силу вновь прозвучали через громкоговоритель с азербайджанской военной базой вблизи села Хараморд, сообщила прокуратура Арцаха. По словам Салима Коджи, заведующего кафедрой истории университета Инону в Турции, около 600 тысяч армян в основном дети приняли ислам в 1915 по 1923 года. Теперь у них должно быть около 4 миллионов потомков в Турции. По словам итальянского профессора Джованни Гуайта, в 1895 году не менее 150 тысяч армян в основном дети были обращены в ислам. В то время в Турции должно было быть около 1 миллиона потомков. Итак, сегодня в Турции должно быть не менее 5 миллионов потомков армянских детей, насильно принявших ислам в период с 1895 по 1923 года, не считая амшенских армян. Имеются данные о том, что большая часть современного турецкого населения имеет армянские корни. Эмвер Паша был одним из организаторов геноцида против армян. На фото изображены армянские сироты, отданы с изображением Эмвера, которых заставили нести флаг Османской империи. Их родители убил именно Эмвер Паша, но дети были убеждены, что Эмвер не убийца армян, а их спаситель – герой, построивший для них приюты. Сегодня армянская кровь течет в жилах миллионов турок. Исламизированный или спасенный от геноцида армянский народ медленно просыпается в Западной Армении. Активация идентичности, которая требует воссоединения миллионов армян с тысячелетней армянской культурой – это одна из главных проблем Западной Армении, когда так называемые армяне-диаспоры угасают или теряют свою армянскую идентичность. В АПА Пышкил президент Ассоциации экологов Западной Армении Тигранакер Тамед возвысил голос в знак протеста, заявив, что они хотят изменить экологию города. За этом стоит экофашизм. Фашизм развивается через экологию. Союз был основан в Тигранакерте, продолжает работать с экологическими организациями как в оккупированной Западной Армении, так и на Ближнем Востоке. По словам ВАПА Пышкил, в реку Тигри сбрасываются не только нечистоты, но и медицинские отходы. Посягательства на окружающую среду много все описать невозможно. В эфире Western Armynet TV глава Института молекулярной биологии Республики Армения Ливони Пископосян рассказал о лживой политике, проводимой Азербайджаном в области науки, согласно которой азербайджанцы считают нынешний народ коренными жителями. Несмотря на то, что большая часть местного населения считает себя потомками тюркского народа, независимо от того, принимают это азербайджанцы или нет, они считаются потомками коренных народов – армян, агванцев. Дело в том, что когда в этом регионе были турецкие нашествия с одним миллионом человек, а на месте уже проживало примерно 20 миллионов человек, то в этом случае их генофонд составляет всего 10-15%, как сейчас в Азербайджане или Турции. Доказательством этого является закрытие национальных архивов многих генетических лабораторий Турции, показавшие, что турецкий генетический код на самом деле составляет небольшой процент. Президент Чешской республики Милош Земан вручил в чешско-армянскому бизнесмену президенту Марленко Интернэйшнл медаль первой степени за заслуги, который был выдан еще в прошлом году. По сообщению журнала «Дни», издаваемого в Праге, Геворг Аветисян стал первым армянином в истории независимой Чехии, удостойным такой высокой награды. Присутствующий на торжественной церемонии посол Армении в Чехии Ашотова Кимян с радостью отметил, что награда Геворг Аветисяна также является гордостью армян. Высоко оценил вклад армянского бизнесмена в развитии чешско-армянских отношений. В рамках Ваншопингфест муниципалитет Вана проведет конкурс красоты ванских кошек. В целях рекламы города мероприятие пройдет под агидой муниципалитета и в сотрудничестве с торгово-промышленной палатой и рядом других ведомств. Он пройдет с 15 по 29 марта. В конкурсе могут участвовать только белые кошки, возраст которых должен быть от 6 месяцев и старше. Кошки, занявшие первое, второе и третье места, получат призы в виде золотой медали. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас не было ни повер碾. Ох, ребенок3000 налад Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!